всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале себе на чемоданах с вами я славян и сегодня со мной этот выпуск начинает мирончик да мы уезжаем из этого места стояли мы на азовском море очень подробный большой такой классный выпуск посмотрите это выпуск предыдущий я ссылочку на него оставлю в описании сегодня мы поедем в новое место я надеюсь у нас это получится сделать ехать нам далеко сначала нужно позавтракать у нас представляете кончилась вчера питьевая вода поэтому мы сегодня проснулись первым делом сразу все упаковали сейчас сходили искупались и начинаем отправляться с вас как всегда лайки пишите комментарии делайте репост и и погнали перед тем как мы отправимся с вами в новое путешествие я хочу вам порекомендовать карту тинькофф black лично у меня таких карты целых 2 я использую карту mastercard и карту мир этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет по моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание помимо этого вы также получаете до 30 процентов кэшбэка у партнеров до 15 процентов кэшбэка при выборе категории и до 7 процентов на остаток и хочу заметить что это не какие-то там бонусы а это самые настоящие рубли которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке вы получаете бесплатных пополнений и переводы также снятие без комиссии в огромном количестве банкоматов ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это сто процентов помимо всего этого что я перечислил также хочу после оформления этой карты их по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор пилочку данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги когда в конце месяца вы открываете у вас там кругленькая сумма ну конечно кругленькая сумма зависит от того сколько вы тратите собственно оформить и посмотрите и разберетесь очень классный инструмент ссылочку я оставляю под этим видеороликом переходите оформляйте пользуйтесь погнали мы уже все упаковали и к нам подходит сосед и говорит если у вас бинт я такой зима нет у нас бинта настика говорит у меня есть достань мы косметичку я начинаю доставить косметичку и обнаруживаю представляете что у нас разбилась банка зеленки и да у нас эти все руки в зеленке у меня он тоже все в зеленке короче она стояла в банке в закрытую вот мы видите уже ее выкинули вот эта банка но все оттуда потекло и конечно измазала нам куча куча всяких вещей мы выехали и что хочу сказать за что я люблю отдых дикарями с палаткой так это ну первый такой момент что ты стоишь прям возле моря под люди все вот тут живут в доме когда все так красиво и интересно здорово комфортом все дела но до моря однозначно нужно ехать вот насколько стояли просто подъезжали машины и люди ходили купаться это конечно ну не очень интересно кто без машины им конечно придется ходить долго и упорно после отдыха ребятки обязательно выбрасывайте мусор и увозите его с собой вот так вот теперь можно ехать дальше заехали здесь же в голубицкой сразу в столовую покушать пока мирончик уснул вот прям на дороге такая есть у нас вкуснее вот нас с ребятишками уже покупают вот я пока с мирончиком тут традиционная рубрика что мы взяли да то есть смотрите сколько яичницы у каждого по два яйца 6 блинов сгущенка сметана 4 сырника 2 кофе 2 компота и все это насенька а хлеб до до 800 рублей вообще сыты и довольны отправляемся в город есть друзья мы там ни разу не были и этот выпуск конечно будет наполнен максимально новыми кадрами также мы хотим сначала посетить город есть а потом отправиться на должанскую косу говорят там очень круто там классный отдых дикарями но собственно и проверим и посмотрим возможно там ну естественно в этом простым ночь выезжаем и из станицы голубицкая прошлый выпуск обязательно посмотрите и еще первым делом нам нужно набрать воду 30 литров плюс еще по бутылочкам питьевую различного пить в дороге вот все теперь погнали что-то блукали блукали вот нашли аппарат вот стоит видите мы обычно в таких аппаратах и набираем водичку поэтому запоминайте с быстренько наберем и поедем дальше такая процедура здесь вода стоит по 5 рублей написано связи с подорожанием фильтров вот вот теперь все мы выезжаем ехать нам аж 350 километров представляете пишет что чуть больше пяти часов сейчас 1026 посмотрим за сколько доедем на конечно будем ехать не без остановок мы едем и смотрите какой хвост перед темрюком потому что там ведутся строительные работы и вот если посмотрите вдаль то вообще конца и края нету и вот мы едем я уже на самом деле поздновато даже камеру включил километров пять уже вот такая пробка машины ползут это в районе получает сейчас вас ориентируем станица или поселок коржевский в сторону темрюка кто поедет знает здесь сейчас так помимо того то что там где-то идут дорожные работы еще и дтп друзья не торопитесь уступайте уважайте друг друга видите что происходит и все и стоят здесь на несколько часов наверно сейчас встанут ну и за них еще больше пробка конца и края нет я не знаю километров 10 она наверно уже длится едем и здесь собирают урожай пшеной такими огромными машинами жаль что у нас все мальчишки спят и по моему ни разу не видели как это происходит они только верончик не спит но ему сейчас пока все равно двигаемся дальше посмотрите какие поля подсолнуха вот где сейчас можно тоже фотографироваться лаванда уже отходит а подсолнухи в самом разгаре да сейчас был бы дрон показал бы вам это поле с воздуха но увы его только сказал про фотографии будешь фото останавливаюсь так насенька решила сфотографироваться вот люди тоже останавливаются мы тоже остановимся ну какая красота смотрите как красиво все смотрится единственное что видимо люди приезжают с всякими реквизитами и вот так все оставляет это конечно плохо поле огромное ой красота пойдем покажу тебя подсолнух мы с мирончиком вместе шлеп смотри это семечки они еще никаким еще цвести все фотографии смотрите в телеграм-канале после поля мы сразу замечаем славянск на кубани здесь сделали дорогу вот этот вот обход славянска был вообще раньше в ужасном состоянии он очень сильно стоял и быстрее даже было доехать через город из к можно было доехать вот двумя путями через станицы собственно как я еду либо через тимошевск но учитывая что вроде тимошевский есть переезды я так посмотрел что они красные я решил что нужно ехать через станицы здесь дороги свободные мы катимся и катимся правильно ли я сделал не знаю если кто-то ездил вот так как мы едем напишите какую дорогу выбираете вы получать сейчас мы выскакиваем на трассу который идет из краснодара до тимошевска нам налево надо навигатор все равно перестроил маршрут ведет меня через тимошевск посмотрим мы заезжаем димошевск на улице 34 градуса представляете это хорошо что мы едем сегодня так как сегодня я сами можете заметить все затянуто облаками солнышка нету но духота просто капец очень хочется море вот собственно я за это и переживал в этом тимошевске видите здесь переезд плюс перекрытие плюс реконструкции вот сколько мы здесь постоим конечно вопрос ну самое главное переезд мы преодолели в принципе получилось достаточно недолго дорога весь я вам так скажу что это самая подсолнечная дорога которую я когда-либо видел здесь бесконечные поля подсолнуха это что-то невероятное вообще то что поле которое в первом показано фотографии это конечно детский сад какой-то это вообще бескрайние просто а еще пока мы едем думали думали сразу на должанку рвануть а потом решили что мы очень хотим посмотреть есть и решили снять здесь квартиру поэтому знаете как досматривайте выпуск до конца в конце выпускаем сделаю тур по квартире сориентирую вам по ценам и расскажу сложно ли в ельске в июле и в августе найти жилье я как никто другой знаю насколько сейчас сложно найти жилье тем более сезон да и тем более ушли такие сервисы как booking и rnb так вот друзья есть такой сервис называется суточную ру мы постоянно его мониторим когда снимаем жилье чем он уникален тем то что они взяли скопировали все с iron bnb то есть всех пользователей кто был раньше на той площадке они взяли вставили в свою все отзывы статусы супер хозяинов там это все есть удобные фильтры качественная сортировка проверенное жилье соответствующие фотографии ссылочку на этот сервис я оставляю также в описании обязательно пользуйтесь мы прямо сейчас будем поворачивать финишную прямую если и можешь так назвать и отсюда нам остается ехать 70 километров до центра есть к а пишет 60 на табличке она это начало города так мы видим и заезжаем пригород есть здесь такой пост прям даже смотрите со стоп-контролем нужно видимо обязательно остановиться сделать остановку и поехать но никого нету не знаю что такая формальность смотрите по правую руку нас начинается уже морюшка и мы заезжаем есть первый раз мы тут друзья город основанный в 1848 году вот такая стела здесь стоит ну что будем смотреть изучать не переключайтесь гоняем на рыночек обязательно посмотрим чуть купим будет интересно мы подъехали вот он двор вот он дом какой-то у нас подъезд будет я не знаю сейчас наверное так надо посмотреть посмотреть какой у нас открывается вид из окна это небольшой спойлер сейчас сделаю чуть позже ром тур сложно ли было сейчас найти квартиру в июле здесь есть и я могу сказать что было очень сложно и мы снова ехали снова звонили 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 бесконечно звонили везде просто все занято но где-то заламывали цены там типа 4000 нам конечно это не подходит из бюджетов мы вылазим забегая вперед скажу что эта квартира обошлась в 2000 рублей в сутки есть нас встретил вот такой пасмурной погодой но на самом деле оно и хорошо потому что гулять будет сегодня не жарко возможно местами будет дождик ну ничего страшного первым делом сразу сходили за продуктами затарили холодильник на пару дней сразу купили мясо будем сегодня объедаться будем кушать и гречневые макароны вот такие вот взяли диска вариант который был купили всяких ништяков авокадо и вон так чик 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 немножко подкупились еще конечно очень соскучились по оливкам маслина вот по таким салатика будет вкуснятие вот такая красота у нас получилось будем кушать и увидимся с вами завтра ну точнее уже готовлю завтрак у нас авокадо и кофе а на улице у нас очень пасмурно сегодня но мы все равно пойдем гулять любом случае да мироша мироша вот играет к нам с мамочкой даст нас пока мама гад нельзя коробочку в ротик зачем грязная мусор я зайка зубки режется до зубки режется моего зайки пока папа спит мальчишка уже завтракать пришли до чего у вас там на завтрак и яичница с оливками с хлебом авокадо и с маслом сыром и с авокадо любите бутерброды с авокадо ну давай пусть вот вы уже тут мы пойдемте смотреть есть дождик пошел надеюсь пока доедем все будет нормально мы решили доехать до центра города мы живем как бы при въезде так сказать и оставить там машину и погуляем хотим пройтись по мордпорту сходить на центральный пляж прогуляться по набережной сгонять в парк здесь ну такой основной и заскочить на центральный рынок а потом мы сходим на пляж который находится возле нас пишите комментарии свое мнение про этот город мы очень давно здесь хотели провести время вот собственно попала и погода в принципе то что идет дождь ничего страшного гулять не жарко передвигаясь поездку такое ощущение что ты попал куда-то в далекие в далекие года правильно ну такой старинный старинный город до дождик он такой сероватый но он по-своему прекрасен и мы сейчас значит приехали на пляж здесь находится ейская коса это не должанская сайт именно ейская коса неподалеку у нас мордпорт и центральный пляж и начнем наше путешествие по ейску именно с этой крайней точки ну давайте смотреть такая замечательная история здесь большая парковка места всем хватит песчаный ракушечный пляж детки из машины вышли сразу побежали морю очень здорово вот она коса уходит видите шипс камнями выложены там очень много людей можно в принципе до самого края дойти люди купаются смотрится конечно очень здорово ну и соответственно здесь туристические всякие проходите здесь насенька а там тучи как я экскурсовод здесь есть баннер такой ейская коса вот информация все что здесь а здесь цены прайс можете посмотреть вот например шезлон 4 часа 250 рублей ну и также огромная-огромная стоянка алоха сурф бар ухты круто пойдемте сходим на ту сторону то есть смотрите коса разделяется на две стороны вот эта сторона и поворачиваем голову и вот у нас море самом деле это очень прикольно потому что чем интересно коса тем что с одной стороны если штормит то с другой стороны у вас шторма не будет вот это вот это ейский залив он же у нас находится дома но на пляж возле дома мы сходим чуть-чуть попозже здесь сцены здесь по ходу тусовочки это проходит очень атмосфера на самом деле местечко прям клевенько и видимо когда штормит здесь я уверен что ветрено так как на все этом они в принципе ветрено есть школа виндсерфинга можно брать уроки кататься этот мест к мечта заняться таким спортом мои знакомые которые в ельске живет видео она говорила что она впервые стала заниматься хотя здесь выросла но это считается лучшей школы серфинга вообще в ельске возможно посмотреть какая фото зона прикольная нас сейчас будет делать фотку навесы лежачки здесь же есть кафешечка посмотрите как очень уютно и самое главное что ну лично для нас это мало людно там такие тучи ребята вот катают видите сколько а до видео так вот очень атмосферное местечко там волейбольная площадочка есть катера здесь видимо спускают различную технику как же здесь здорово вообще вы смотрите какой пляжик великолепный самое что прикольно что видел здесь есть даже искусственная волна здесь прям получается такой центр серфинга сейчас подойду посмотрю сколько стоит по ценам там очень громко играет музыка поэтому без мирончика то видите нас мирончика спит вот так эта красота выглядит но и вот по ценам на паузу ставьте смотрите мы идем от есть как а сын не хочу обратить внимание что мне очень сильно нравится здесь это то что вот такой тротуар очень аккуратно выложен плиточкой без каких-то либо ямочек без каких-либо обрывов там где есть выезды из гостевых домов есть очень плавный спуск для колясочки конечно это очень-очень удобно и располагает себе и еще также можно отдыхать это под гостевых домах они находятся прям на первой линии возле моря проснулись и сразу пошли на море это конечно тоже еще здорово мы сейчас двигаемся на центральный пляж там стоит колесо обозрения там есть парк аттракционов тоже посмотрим ну идти буквально там пять минут нормальным шагом но учитывая что мы с детками начали на расслабоне двигаемся но чуть подольше помимо огромного количества бесплатных стоянок есть платные стоянки вот например здесь 1 час 50 рублей под навесом 75 сутки 250 под навесом 350 считаю что очень достойные цены ну вот собственно этот парк аттракционов про котором говорил и всякие различные различные ничего нового как говорится ну все стандартно все как везде колесо обозрение такое достаточно невысокое и собственно после аттракционов мы попадаем ногийский городской пляж естественно все для туристов есть столовые цветут косички плетут косички все стандартное когда здесь искали квартиру естественно хотели снять квартиру с панорамным остеклением но ничего вообще не было есть типа балконы застекленные ну панорамные но в самой квартире окна все равно эти квадратные и я так понял что есть вообще с этим проблема и вот сейчас здесь вот мы идем к пляжу и вот есть комплекс который строит вот он будет полностью с панорамным остеклением я не знаю почему здесь не идет пока стройка видимо из-за сезона потом продолжится но точно в курсе напишите аквапарк спутник здесь что я не знаю пару горок что ли такую установлен раз два три четыре горки и собственно все но я так понимаю что она не работает есть такая чихана давайте глянем что по ценам лагман 350 рублей шурпа 320 плов 280 рублей так что у нас тут салаты например острый мясной 350 сам со сыром 120 рублей слышите нормально цены картошка фри 140 рублей шашлык свинина шейка 150 рублей за 100 грамм юля кебаб тоже 150 рублей ну достаточно неплохо я не знаю работает ли он но вот бассейн например один полный вот по ценам 100 рублей прокат разовый 500 рублей абонемент на целый день но воды нет никого нет мальчишки не смогли пройти мимо выпечки пончиков здесь пончик по 20 рублей настика купила всем есть такой пустырь блин виды конечно с этого комплекса бывшие обалденные жека это какой-то или отель строится в класс панорамы вот опять аттракционе чеки всякие разные и вот собственно вот так вот битком пляж здорово песок простор не глубоко все для детишек это конечно классно навес для проката шезлонга 50 рублей час 300 рублей день а еще здесь прикольно вот такая есть кабинка где выдают просто обычные зонтики нотка на пляже стоят такого вообще нигде мы еще не видели просто обычный зонтик дается прокат тоже прикольно вот прикольный гостевой дом смотрите какой у них прекрасный вид на море труба за волна называется там же у них бассейн супер очень прям класс ну что добро пожаловать на набережную айска посмотрите как здесь прикольно сделано сразу хочу заметить что есть подъемчики для колясочек вау морите какой достаточно приличный аквапарк я вам скажу и здесь он работает есть даже для самых маленьких клевенького но получается были там с бортом да надо узнать бы цену так вот они цены самый шкаф что многодетам скидка целая 100 рублей вообще обалденно кстати весь есть такой прикольчик что смотрите вокруг всего есть к идет железная дорога я не знаю ходят ли поезда но получается вот город он идет вот так вот как бы полукругом и прям вдоль берега идет железная дорога но пока мы здесь сколько ходим поездов мы не видели и вот собственно от набережной прям вот вдоль набережной тоже идет дорога вот такой здесь пляж море кстати очень-очень мелко здесь посмотрите люди куда заходят они просто по колено но широко мне конечно тоже очень нравится широко чистенько зонтики мунглы все есть а вот она набережная здесь установлена сцена видимо здесь что-то проходит какие-то дискотеки дальше детская площадка сейчас тоже подъем посмотрим она находится прям в тени это конечно тоже здорово ну вот смотрите прямо на набережной детский развлекательный такой парк ничего только нету там городок детский городок вход вроде бесплатный просто заходишь и погнал по всяким штукенциям а нет 350 рублей вот смотрите набережная получается находится на возвышенности открывается прекрасные виды плюс всякие детские аттракционы лишь здорово здесь вот еще одну стоит колесо обозрения есть такой панорамный видовой ресторанчик смотровые площадки с бинокля можно подойти закинуть сколько здесь стоит а 50 рублей 2 минуты ничего себе обычно везде по 10 рублей а тут же 50 вот пляж еще сверху продолжение здоровская слушайте ничего так набережная дальше в какую красоту попадаю огромнейший веревочный парк вот здесь дальше такие видите буквы установлены прикольный веревочный парк масштабный скульптура варенику на дувашки всякие есть конечно же ни одна набережная не обходится без всяких туристических палаток за палатками есть дельфинарий крокодиловая ферма ну и все это вот с таким видом прикольно на самом деле выглядит очень свежие новое и достаточно интересно мне очень зашла вот эта концепция что ты просто вдоль набережной идешь эти шикарные виды и детям просто на каждом шагу есть аттракционы средняя цена на аттракционы 250 рублей ну и также все можно перекусить а еще здесь такая классно тоже концепция много таких палаток вот как это например все по 40 дом страха кинотеатры миллионов д в конце набережной есть такое заведение называется казачий курень наверное так но здесь можно я понимаю покушать скульптурчики всякие детская игровая площадочка он на смотровой на вышке точнее сидит казак выглядит достаточно интересно а если пойти не по набережной а вдоль улицы то есть за дельфинарием у нас набережная то будете идти вот по такой вот улочки и здесь тоже все для детей на самом деле азовское море но и располагает именно для отдыха с детьми вы сами можете заметить здесь конечно здорово прям я бы сказал очень даже хорошо о это акули риф 800 рублей стоит посещение взрослого 600 рублей детский 10 до 20 работает дети до трех лет бесплатно ой какая акула лисит я хочу сказать что туристическая часть яйска прекрасно даже оченьikes обязательно приезжайте письк отдыхать погнал пацан мы с туда Да,ен он сам фигачит Тык-тык-тык Тык-тык-тык Трик-тык-тык Не сдавайся Идём Молодец После обеда, когда все поспали Мы решили приехать покататься на самокате Гулять в парке Которую все рекомендуют посетить Евейские. Называется парк Поддубного Вот мы приехали И хотели снять мешало Настенка не готовилась, просто импровизирует В общем, парк Подубного Сейчас покажу вам центральный вход Ну так называемый, не центральный А просто вот тут есть вывеска Вот, вот так вот выглядит Парк Подубного, здесь есть бесплатная парковка Кстати, вообще кайфую от Ейска, потому что Здесь почти все парковки Все бесплатные, и учитывая, что июль Они все свободные Вот мы сегодня сколько припарковывались Нигде не было вопроса, ой, блин, а где поставить Как и что Все спокойненько и хорошо Большой буфеточ, но, к сожалению, он не работает Он не работает, буфеточ не работает, да А вот он, центральный непосредственно вход Вот такая арка Вот она парковка Пятерка, магнит косметик Все здесь есть, сразу же вон прокаты Всяких детских мобилей Начали, дети вот на самокатах Достали, представляете Мы в машине еще возим с собой самокаты И мой скейт Вот, чтобы детки иногда катались раз в месяц Вот он вход Вот так выглядит парк Это голова Подубный Это сам Подубный, его голова Памятник Инван Подубный, да, да Да Это принимался в главных ролях Кто? Я принимался в главных краях Краях или ролях? Да, 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 да Чемпион чемпионов Иван Максимович Подубный Вот так вот Так, нас встречает сразу паровозик Ту-ту-ту И здесь же можно 150 рублей Вот, Настя правильно говорит И здесь можно покататься еще на лошадях Всякие кинотеатры Куча-куча всего Мы будем покупать мороженое В этом парке есть огромнейший плюс Это то, что здесь очень много деревьев Много зелени И, конечно, вот мы гуляем летом Июль, да И все находится в теньке И, конечно, здесь куча-куча всего для детей Просто весь парк сделан для деток Для различных возрастов Есть даже такие аттракционы, которые вообще никогда не видите Теперь видите, железо дорогу идет Отправляешься в воздушное путешествие Вот она поверху проходит Делаешь такой круг Центральная аллея Там есть картинка Вот еще аттракцион Куча-куча всего Вон есть даже фонтан Ну такой Огромный-огромный парк Здесь аттракционы такие все Потрепанные Старенькие Очень Средняя цена покататься Ну так 250 рублей Как, в принципе, и на набережной Но на набережной Вот аттракционы гораздо современнее А вообще, в целом, Ейск Очень сильно напоминает Керчь Вот как будто там где-то время остановилось И все И даже дома, которые строятся Новостройки Они какие-то выглядят сразу старо Изначально, да? Даже мы живем Вот они какие-то вот Серые Вот такие Ну, я не знаю Ну, вы видели, да? Кадры в такой двор мы заезжали Не знаю, с чем это связано Может, это такой Стиль города Здесь есть Мемориальный музей Поддубного И Собственно, все Выход Виде написано До скорой встречи Мы зашли В ростовское заведение Называется Ростовский гриль Здесь, короче Как многие говорят Самая вкусная шауха А самое интересное Что По ценникам, смотрите Ну, достаточно прикольно Вот это вот Она прям вообще гигантская Ну, прикиньте Полкилограмма шаурмы Съесть Говорят, что это Самая вкусная шаурма Ну, да, да Я уже сказал И молочные коктейли Тоже Вот, да, по ценам Смотрите 100 рублей 99 Как бы, ну, прикольная история Сейчас будем заказывать Что-то еще Сэндвичи есть Всякие разные И бургеры У них так Много Там народу Что срок ожидания Аж 15-20 минут Поэтому пока ждем Решили прогуляться Ну, ну Зрители требуют Объяснений Как ты докатил За такой жизнью Ну, мне понравилось Ну, попробуй Недависимо Из-за того С огурец вылез Мальчишки себе выбрали По коктейлю молочному Вкусный, Тём? Ага Вы не поверите Но завершить Наше путешествие По городу Ейск Мы приехали На искусственную волну Мне очень хочется попробовать Я ни разу в жизни Это не делал Надеюсь, все получится Я, конечно, не покатался Но организация Данного заведения Конечно, говно Зашел И мне говорят Только запускаем От двух человек Но вы можете себе Найти кого-то Либо заплатить За двоих и кататься Я говорю Ну, вообще, нормально И нет В итоге мы оставим себе Как без каталки А здесь напротив Есть Классные качельки Фото-зона Ладно, пойдемте Ну, и для того Чтобы у вас сложилась Максимальная картинка По городу Ейск Мы приехали сейчас На центральный рынок Чтобы самим Посмотреть там цены Вам показать Что-то прикупить И сразу хочу Начать с того Что многие нам пишут Мол, типа Вот У вас там льготы Вы там многодетные И так далее И так подобное Так вот, смотрите, ребята Вот мы припарковались Здесь платная парковка И самое вот Что интересное Что удостоверение Многодетства Здесь не действует И работает эта функция Только в Москве И в Московской области Поэтому, когда вы нам пишите Что какие-то льготы есть Ну, на самом деле Смеш Центральный рынок Он огромный Здесь можно купить Вообще абсолютно Все От батона До, наверное Какой-нибудь Моторной лодки Вот И Здесь такие большие-большие Павильоны Ну, я просто читал Смотрел, изучал Вот нас интересовать будет Именно продуктовый Отдел Вот такая Аллейка здесь Здесь не ездят машины Только ходят люди Прикольно Красиво 28 градусов Сейчас у нас И вот он Получается Вход Видите Надпись Ярмарка Вот Будем двигаться Туда Посмотрим Где у нас там Продукты Но, как говорил уже ранее Здесь куча-куча Всего Вон Колготки И белье Второй этаж То есть Здесь, видимо Есть Есть Уличные Палатки И также есть Эти Как его называют Господи Ну, в торговых центрах Все находится Вот Люди уже с пакетами идут На самом деле Рынок работает Обще с 5 утра В понедельник Он работает Только до 15 А в остальные дни Он работает До 17 Вот И сразу начинаются Палатки Овощей Помидоры 80 Огурцы 70 Кабачки 60 Картошка 40 Есть картошка Даже за 30 Голубика 350 Малина 200 220 Есть персики Абрикосы 150 Виноградки Шмиш 200 Дыньки По 150 Черешня 180 Кукурузу Так Вон всякие Медики Даже есть Петрушка Шпинат 50 Шавель 30 Вот По 100 Рублей Счер Рукола По 50 Ой Это да Так Вот Шавели Опять Зелепуху Очень много Да Чичкала Висит Но она Открытая Конечно Покупать Такую Не очень Как бы Здорово Вон Всякое Разное Но открыто Черри 230 Рублей Кабачки 50 Баклажаны 8 Есть картошка 45 50 Ну Слушайте Неплохие Цены На самом деле Во Арбузы 90 рублей Желтый 40 рублей Килограмм Обычный Красный Не знаю Откуда Они Как они Морковка 70 рублей Кстати Нам надо Купить Морковь Да Рынок Вообще Огромный Так Ну В принципе Примерные Цены Они такие Вот Малина Сладкая 400 рублей Это Видимо За килограмм Ежевика Тоже 400 рублей Вишня 200 Черешня 170 О Как такое Возможно Так Решили Деткам Голубику Взять 600 рублей За килограмм Ну давай Выбирайся Мы купили Молодую кукурузу По 30 Рублей За Штуку Здесь Вот заглянули Так Что-то еще На стол Да не Вроде Все такое Заглянули Вот так В палатку Взяли Здесь Помидоры Огурцы Овощи Чтобы приготовить Здесь Продавец Сделал Такой Презентик Пацанам Подарил Пабрикосику Приятно Конечно Столько Классно Летом Все покупать Вон Набрали Огромный Пакет Всего лишь На 240 Рублей Все Да Миронич Рат Абрикосику Парковку Платили 30 Рублей Вышло Вот видите Дверь Дверь Без Косяка Как я уже говорил Найти квартиру В Ейске В сезон Было Очень Очень Схожно Здесь Значит Вешалка Стоит Здесь Что-то Непонятное Здесь У нас Зеркало Здесь У нас Какая Получается Большая Прихожка Сразу Вход В ванную Дверь Вот так Вот Хоп Открывается Свет Включается Ну что там Унитаз Стиральная Машинка Хорошо Новая Ванна Комната Сделана Прям вот Нормально Здесь Все хорошо Все красиво Все уютно Все Нормик Это моя рука Вам машет Привет Дальше У нас В эту сторону Где-то Одна комната Вентилятор Вообще Прикол Сто лет Не видел Две кровати Вот Посуда Все новенькое Все конечно Это все здорово И есть Балкон С балкона Вид у нас Вот сюда Во двор Так Сетку Показал Вот Собственно Вот Такая Квартирка Небольшой Вам Роу Тур Это Настенька Настенька Будет сейчас Кушать Мыться И шпать Что хочу сказать Насчет квартиры На самом деле Люди Просто Видимо Только купили Вот только Сделали Стены Стены Только Как они Правильно Отшпаклеваны Они даже Углы еще Не закрыли Вот И видимо Чтобы Быстро Открутить Сезон Они поставили Просто Кровати Повесили Новую Плазму Ванную комнату Как говорится Что успели О Я даже Сейчас Увидел Здесь потолки Сделанные Полностью Натяжные Вот Видите Смотрите И Вот Лампочка Ильича Вот На самом деле Это Единственное Что было Я прозвонил Все квартиры Которые Нашим Критериям Соответствуют В плане Ремонта В плане Ванной Чисто Что было Вот И чтобы Пустили Еще с детьми Это был Самый Вариант И Как раз Мы снова Я не знаю Кто за нами Давно Наблюдает Мы снова Попали В окно У людей Вот именно Три дня Свободно Но мы взяли На две ночи Потому что Дальше хотим Отправляться На Должанскую Косу Дикарем Посмотрим Как там Решили Заехать И купить Раков Настенька Ни разу Не ела Раков Килограмм 1650 рублей Мы взяли Полкилограмма Я думаю Что достаточно Вообще Конечно Лучше брать Свежих Я точно знаю И самостоятельно Варить Но мы ни разу Этого не делали Поэтому взяли Готовый Ну смотрите Какая красота Эй Какие тракашки Какой ужас Да уж Я конечно Что-то Как-то Я не знаю Тремновато Их есть Ну ладно Сейчас Под эфирчик Как говорится Вот такой Вот есть Как вам Пишите В комментариях Если вы Здесь отдыхали То пишите Свои впечатления Свои эмоции Что вам Больше всего Понравилось В этом городе Нам на самом деле Он очень даже Зашел Особенно Туристическая Часть Этого города Также не забывайте Что в описании К этому видеоролику Я оставляю Все самые важные И нужные ссылочки На ресурсы Которые вам Помогут Пропутешествовать С легкостью И с удовольствием По нашему Югу Также есть ссылочка На приобретение Наших авторских Гайдов Мы с вами прощаемся Увидимся с вами В новом видеоролике Мы завтра Отправляемся В новое путешествие Ну а вы с нами Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok